В Тегеране состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Таипом Идраганом и Ибрахимом Раеси по урегулированию конфликта в Сирии. Переговоры в иранской столице – первая личная встреча глав государств с начала пандемии коронавируса. По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. Также отмечается, что три страны сохраняют приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Сирийский кризис – это один из крупнейших международных и внутриполитических конфликтов, который существует до сих пор, до конца не урегулирован. И Россия принимала урегулирование сирийского кризиса одной из важнейших ролей. И поэтому вот это направление, оно для России знаковое, важное, стратегическое. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Тогда, в январе 2017 года гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция, так называемая «Астанинская тройка». Ее целью объявлено урегулирование военного конфликта в Сирии. Страны-участницы регулярно проводят саммиты и принимают решения по урегулированию ситуации. Они приняли решение, что нужно путем международного диалога, путем международной дипломатии завершить этот кризис, покончить с терроризмом, ну и как частный вопрос покончить с присутствием американских войск на территории Сирии. Вот это как бы ключевая задача. А кроме того, решался целый ряд сопутствующих вопросов. Соответственно, центральный вопрос в переговорах с Тегерами – это вопрос о окончательном урегулировании Сирии с кризисом. В рамках тегеранской поездки Путин также провел двусторонние переговоры с лидерами стран. На встрече с президентом Турции решался вопрос вывоза украинского зерна. Путин поблагодарил турецкого президента за посредничество в переговорах по поставке зерна через Черное море. Также президент Российской Федерации поговорил и с иранским коллегой. В ходе встреч обсуждалось сотрудничество в нефтегазовой сфере. Президент Ирана подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товарооборота. На данном этапе главным инструментом урегулирования Сирийского кризиса является международное сотрудничество в рамках дипломатического процесса. И здесь инструментом именно дипломатического урегулирования должна выступать Астанинская трансляция. Следующий трехсторонний саммит в астанинском формате с участием Турции и Ирана пройдет в России. Согласно заявлению, встреча должна пройти до конца 2022 года. Отмечается, что стороны хотят расширить формат саммита за пределы ситуации в Сирии. Алина Красильникова, Универньюс.